Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса обложения страховыми взносами, страховых премий, которые уплачиваются организацией в связи со страхованием ответственности ее должностных лиц. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме Минфин рассматривал ситуацию, когда организация в связи с исполнением ее должностными лицами функций членов совета директоров различных организаций, ну там сложная система взаимодействия, в общем организация заключала договор о страховании ответственности этих должностных лиц и соответственно уплачивала страховые премии. И возник вопрос, необходимо ли суммы этих страховых премий облагать страховыми взносами. Так вот, Минфин, рассмотрев ситуацию, приходит к общему выводу о том, что да, такие суммы должны облагаться страховыми взносами. При этом Минфин ссылается на положение главы о страховых взносах, где имеется статья, в которой содержится перечень сумм платежей, которые не облагаются страховыми взносами. И в этой статье указывается на то, что не облагаются страховыми взносами различные, ну, страховые платежи, связанные с обязательным страхованием, либо с добровольным страхованием, связанным с медицинским обслуживанием. Ну и упоминания там о страховании ответственности нет. Ну и в связи с этим Минфин делает соответствующий вывод. В принципе, следует заметить, что действительно логика в рассуждениях Минфина есть. Вместе с тем, здесь следует заметить интересный тот факт, что страхование ответственности, оно осуществлялось, ну, по сути дела, в отношении неопределенного круга лиц, поскольку состав застрахованных лиц регулярно менялся, изменялся. И здесь встает вопрос о том, как, в общем-то, учитывать соответствующие суммы в целях исчисления страховых взносов. Потому что в данном случае Минфин также указывает на необходимость введения на каждого лица соответствующего персонифицированного учета. В целом, следует заметить, что, несмотря на то, что логика в рассуждениях Минфина есть, на мой взгляд, в целях окончательного вывода, безусловно, плательщикам страховых взносов необходимо провести и собственное исследование, потому что все-таки вопрос неоднозначный. Но, в любом случае, необходимо учитывать позицию Минфина в целях оценки налоговых рисков. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.